Игроки единственное, что могут, это машины какие-то выложить в Инстаграм, которые все одинаковые, у вас даже тёлки одинаковые, вы просто все одинаковые, неинтересные абсолютно, поэтому за ними следить неинтересно. Я тебе так скажу, Эрик Яна интереснее, чем вся российская премьер-лига. Сибскана делает типа подрывы жёстче, чем любой журналист со спорта или прочее, потому что ему не дадут ничего выложить. Весь этот футбол, это просто заткнуть каждому дырку, блядь, деньгами и сиди там, радуйся, ешь чёрную икру, нюхай, что хочешь, только ничего не говори. Привет, друзья. Сейчас будет небольшой разговор с Алексеем Гасилиным, который когда-то играл за «Зенит» и был в системе «Шальки», а сейчас перешёл почему-то в «Амкао» в медийный футбол. И говорить мы это будем на фоне посещения некоторых матчей российской премьер-лиги. Например, сегодня я сходил на игру Нижнего Новгорода со «Спартаком», и это было отвратительно. Вратари вводили мяч в игру по 20-30 секунд. Футболисты били друг друга по ногам и не получали красных карточек, хотя точно за такие же фалы совсем недавно удаляли. Ну, а Квинси Промис просто пробил пенальти себе в ногу. Это было так печально. А с Гасилиным мы будем говорить как раз про то, почему профессиональный футбол становится менее интересным, чем тот же медийный. Смотрим. Да, на мою телегу в ВКонтакте подпишитесь, потому что там все видосы, рассуждения и вообще всё, что нужно знать о медийном футболе и вообще профессиональном. Лёх, нахрен тебе этот медиафутбол? А почему нет? А почему нет? Тебя так задолбал уже этот профессиональный? Ну, честно, не задолбал, но хотелось что-то новое. Я же всё равно остаюсь в футболе. Я просто люблю футбол, по факту. Какая разница, где его любить? Подожди, Лёх, я правильно понимаю, у тебя сейчас история таким образом складывается, что тебе нужен медиатрафик для того, чтобы какие-то вокруг футбола вещи свои рекламировать, продвигать. Правильно это вот так получается? Ну, это одно из. Одно из. Просто смотри, есть много составляющих. Почему? Во-первых, объективно говоря, наверное, я понимаю, что в футбол профессиональный я бы мог поиграть ещё 2-3 года. Это было бы, наверное, ФНЛ, ФНЛ-2. Это объективно честно. Ну, почему, если здесь я могу спокойно ещё играть более 5-10 лет, восстановить своё здоровье, заняться другими делами? Всё равно футбол рано или поздно закончится. Просто на примере многих футболистов профессиональных, они боятся уйти из футбола, потому что они не знают, как дальше жить. Практически футболист, который там зарабатывает 17 лет, это человек, который привык, что ему платят зарплату, стирают форму, кушают. Он практически ни о чём не думает. То есть все боятся вот этого выбора уйти. А ты не боишься, что ты уходишь из стабильной вот этой вот структуры в новую, максимально нестабильную ещё и в такие времена? Получается, медиафутбол существует недавно, и у него уже просадка по просмотрам идёт. То есть нету такого, что он идёт только вверх-вверх-вверх по нарастающей. Это история с тем, что мы сейчас пик прошли и потихонечку идём. Смотри, первое. Финансово, то есть меня это, конечно, тоже интересует. Я могу честно это сказать. Но не настолько. Мне просто интересно осваивать новую сферу деятельности. То есть я себя, семью прокормлю. Независимостей. Там закроется медиафутбол, не дай бог, или ещё что-то. Это первое. Второе, мне правда интересно, тем более за этой индустрией я слежу давным-давно и практически всё знаю. Мне просто интересно посмотреть это изнутри и интересно развиваться дальше. А как вообще тебе со стороны, когда ты за этим наблюдал все противостояния, Амкал, Тудроц и прочее, тебе детским садом казалось, или действительно интриговало? То есть тебе по-любому Толик что-то рассказывал. Ты этот напор вообще чувствовал, который происходит? Я не только это чувствовал, я это и понимал. Если ты хочешь сказать даже по уровню игры, честно, но объективно. То есть многие ребята, которые играют в Амкале или даже в 2D, они с нормальной, хорошей школой. И то есть многие даже могли бы играть во второй лиге. Есть же много факторов, почему люди не заигрывают. Вообще, как мне кажется, если ты прошёл школу какую-то определённую, там Москвы, Питера, Краснодара, которая хорошая, и попадаешь по мячу, остальное это стечение обстоятельств. То есть можешь заиграть в футбол. Но в плане того, ты будешь тренироваться с лучшими, ты и будешь лучшим. А вот это то, что ты говоришь про противостояние, то есть смотри, конечно, это большая фан-база. Я вот всегда, вот меня удивляет один пример в русском футболе. Мне кажется, если собрать все официальные аккаунты, там, ФНЛ по численности подписчиков, и одну медийную команду из топ-3, там, на спорте, Амкал и 2D, они рядом не будут стоять. Вот даже если премьер-лигу ещё собрать, не беря наши топ-клубы. То есть медиафутбол, он намного узнаваемый и намного привлекательный. Даже вот знаешь, раньше, вот вы, наверное, поймёте, в нашем детстве, когда вот мы играли во дворе, все говорили там, я Роналда, там, я там на воротах, я Дида. А сейчас все знают блогеров. Ну так и есть же. Ну правда, по факту. Лёха, почему так? Ну вот смотри, ты профессиональный футболист, ты должен понимать, ты был ни в одной команде находился. Там просто и так есть капитал, чтобы ещё о чём-то думать. Ну думать там о каких-то о том, как люди там будут тебя смотреть, будут ли обсуждать. То есть это немножко другой мир вообще, который чуть-чуть сложнее понимать простым людям? Слушай, ну блин, мне тяжело ответить на этот вопрос. То есть я понимаю, я думаю, что мы с тобой ещё встретимся, я кину чуть-чуть жаришку. То есть обо многом я не хочу говорить, чтобы кого-то не подставлять, только из-за своей вот каких-то внутренних убеждений. Но я думаю, что мы с тобой ещё кинем, как вот я вообще считаю, как я думаю, через ту призму, которую я прошёл. Например, я могу вот одно сказать. Именно в плане футбола, и ты сам это знаешь, и это наша большая проблема. Все говорят, почему у нас нет футбола. Потому что условно там от Германии от какой-то мы отстаём лет на 20. Ну реально, вообще во всём развитии, во всех структурах, начиная с детского футбола, заканчивая национальной сборной. Я потом, я думаю, что мы с тобой запишем ролик, ты меня возьмёшь на интервью, проверишь, и я кину очень таких, наверное, весомых деталей, за которых мне могут потом даже написать и сказать... То есть я понял, что даже года в Германии хватило, чтобы понять всё? Ну конечно, ты же там... Я видел это каждый день. Я просто понимал, почему у нас нельзя так сделать. Не надо ничего придумать. Просто возьмите систему и постарайтесь её адаптировать. Потому что возможности все есть. Реально. Ну вот и мне скажи. Можно сейчас? Вы думаете, на самом деле у нас нет талантливых пацанов? Ну вот реально, как в Германии. В детстве многие, они на уровне европейских сборных, юношеских, выглядят очень хорошо. А потом лет 16, 17, 18 заканчивается всё. Нет этого перехода. Нет вот этого перехода. У нас, например, если мальчишка там в 14 лет, ещё маленький, знаешь, не вырос. Но он классно, талантливый. Тренер скажет, ну извините, наверное, идите в школу там по хуже уровням. А в Германии скажут, ну потренируйся ещё годик там с ребятами, которые тебя на год младше. И он потом спокойненько наберёт и будет играть. И он талантливый. У нас тренер зачастую маленькая зарплата, наверное, есть какая-то премия за выигранный турнир. И давай, у нас на игру всё равно. Развивать пацанов не надо. И примерно там 11-10 человек, 11-13 играют, там 2-3 заменки. И остальные не получают игровой практики. Потому что тренер хочет просто побольше получить денег. И я понимаю его, это нормально. Это нормально. Тренеру тоже надо кормить семью. То есть много вот в нашей системе есть вот нюансов. Я просто знаю это изнутри. Ну как и ты это знаешь. Я знаю, что многие не будут высказываться. Все всё понимают. Но высказываться никто не хочет. И менять никто не хочет. Вот в этом и плюс медийного футбола. Здесь всё сделали люди такие же, как и все. Вот, ну абсолютно. Просто кто-то стрельнул. И всё это вот на коленке лучше получается сделать, чем эти глобальные корпорации, которые сейчас ещё без бабок будут ходить. Удачи футболистам дальше на Майбахах ездить. Российская премьер-лига максимально беспонтовый кусок дерьма. Все ваши команды неинтересный кусок говна. Я был, блин, на стадионе Краснодара. Смотрел матчи Спартака, Динамо. Это неинтересно смотреть. Это нужно уже родиться со футболом головного мозга, чтобы хоть как-то вообще за этим наблюдать. Ничего не происходит. Игроки единственное, что могут, это машины какие-то выложить в Инстаграм, которые все одинаковые. У вас даже тёлки одинаковые. Вы просто все одинаковые. Неинтересные абсолютно. Поэтому за ними следить неинтересно. Я тебе так скажу. Эрик Яна интереснее, чем вся российская премьер-лига. Сипскана делает типа подрывы жестче, чем любой журналист со спорца или прочее, потому что ему не дадут ничего выложить. Весь этот футбол, это просто заткнуть каждому дырку, блядь, деньгами и сиди там, радуйся, ешь чёрную икру, нюхай, что хочешь, только ничего не говори. Поэтому дерьмо ваш футбол настоящий. Медиафутбол в миллион раз лучше. И я в этом не сомневаюсь. Но он на самом деле гонит. Он меньше всего, знаешь, на какой футбол гнал? Меньше всего он гнал на футбол, когда мы приехали в город Прохладный, и там был матч любительской лиги, на который пришёл весь стадион, там какие-то пирожки, музон, помнишь, это фаер-шоу? Нет, это вообще... Ты помнишь мужика, который к нам подбежал и камеру мне поцеловал? Вот этот вот дед, он там всех заудил. Ну это типа, понял, это душевный футбол. Нет, я понимаю, про что ты спишь. Я просто, вот честно, во-первых, не все, но зачастую ты говоришь, ну реально, по факту, тем более ты так видишь, ты... и многие так говорят. Но медийный футбол, почему круче, чем профессиональный в России, искренность? Ну как я просто, вот медиафутбол, блин, собираю там 10-20 тысяч. Я в ФНЛ, знаешь, сколько играл? Вот честно, кроме Томска, там тысяч 5-6, ну никто не собирает. Ну честно, ну как вот, вот ты же, знаешь, раньше всегда в детстве говорили, футбол для болельщиков. Правильно? Но он же и должен быть такой, для болельщиков, играть красиво. В ФНЛ это зачастую там, все рубятся за премки, качество игры, это не будет, знаешь, как вот, я могу сравнить с португальской секундой, где там счета могут там, 4-3, где люди не выбивают мяч, а могут дать, у тебя на спине игрок, он, да, ты должен все равно сам развернуться, отдать, и ты должен играть. Привезешь, у нас, если ты привезешь, ты сядешь игр на 10, не будешь просто играть. А там люди понимают, что, ну привез, ничего, ты хотел играть в футбол. Вот в этом, просто чуть-чуть, мне кажется, мышление у нас, и результат, вот что самое главное. А про то, что ты сказал, не все футболисты такие, но зачастую, да, это, наверное, копейки. Слушай, ну я помню, этот, вот любительская лига, может ты видел, как там у Сахалинца ролик один выходил, где Литвин в конце матча, там при счете 1-0, пытается отдать, то ли пас Рабоной, то ли... Он перехидывал на угловом, да, он там что-то поспорил, и как на него орал тренер, потом минут 20, как будто это финанс чемпионата мира, они никому не нужны, любительский, этот третий дивизион КФК, из которого даже во вторую лигу не попадают, то есть во вторую лигу попадают по заявке, не с первого места КФК. И вот Юрий Дроздов там так орал на него, я думаю, ты что, реально на него орешь, что ли, издеваешься? Это вообще пацан захотел сыграть там Рабоной, причем он еще и руководитель клуба, и орать так, из-за того, что он не выполняет какую-то установку в лимпийской лиге, что? Ну просто, понимаешь, он сделал это, во-первых, это просто на угловом, там еще, чтобы забить гол, пропустить точнее, это еще 100 метров надо бежать, это должно столько сечения обстоятельств сложиться, чтобы, ну, я не понимаю, вот, мне кажется, всегда в детстве все хотели играть красиво, учить финты, я даже не понимаю многих футболистов, например, если ты там между, ты понимаешь про профессиональный футбол, я говорю, если ты там между кого-то обвел или красиво, все, за тебя, блин, с пилой будут охотиться минут 40, пока они вырубят тебя, почему, вот, смысл обыгрыша, либо я просто кину, а тебя убегу, либо я тебя красиво обыграю, суть-то одна, я просто тебя обыграл, я вот тоже вот этого не понимал, да, они просто в детстве травмированы, все эти тренера, я их лично наблюдал, вот я на второй пятилетке, они матершиники, я первые маты, по-моему, от тренера и услышал, они все детством травмированы, как будто бы они, ладно, беспорядок, короче, а ты бы не травмировал, попробуй поработать детским тренером, ты пойдешь сейчас работать детским тренером, у тебя будет твой возраст, зарплата 12 тысяч, и что, значит, надо на детях вот просто все свое дерьмо изливать, то есть такая логика, ну, по логике, ну, которые там из последней копейки идут и нормально тренируют, да, но с другой стороны, тренер должен, тренер, обучение на лицензию должно быть куда дешевле, чем жизнь человека, а если ты идешь учиться на какую-то там лицензию и платишь за обучение там тысяч двести, а у тебя зарплата потом 15 тысяч, то нахрен тебе вообще этих детей учить, вот вопрос. Я просто тебе вот приведу пример, вот у меня школа индивидуальных тренировок есть, я вот, я владелец, да, вот у меня лицензия тренерская, я прихожу, я тренирую, я подстраиваюсь под каждого, потому что мне это нравится, реально, то есть мне нравится тренировать, а есть другой пример, тренер, который как наемник, ему платят за тренировку там тысячу двести рублей, у него там десять детей, ему все равно, как это тренировать, он отренирует, заберет свою лаве и поедет кормить семью, все, ему все равно, будут это футболисты, что он в них ложит, ему реально наплевательское отношение, это зачастую так, это не все, я никогда под одну гребенку не гребу всех, но это то, что я многое вижу, вот я просто могу это сказать, потому что я это видел, это я не придумал из головы, вот это то, что про тренер, конечно, зачастую, ну, тренеру не интересно тебя развивать, он сидит на зарплате, если бы у них была там высокая зарплата, если бы у них были бы доступные лицензии, лицензия, знаешь, про, про, по-моему, уже там тысяча шестьсот стоит, вот если ты не в какой-нибудь академии, там, зенита Краснодара, ну, представь, сколько тебе копить, да даже лицензия, чтобы тренировать, там тоже она тысяч триста стоит, это все недоступно, ты можешь учиться, и тем более у нас в России, если вот ты был хорошим игроком с именем, то тебе намного легче, хотя есть очень классные, квалифицированные специалисты, которые просто всю жизнь тренируют, и которые стремятся, ну, у нас тренерский цех, это, наверное, тренеров 20-25, которые меняются по премьер-лиге, вон, Бозович, сколько команд тренировал, скажите, он уже выглядит на 99 лет, все еще, да, почему, вот они просто все и меняются, но с другой стороны, у нас и школ этих тренерских на всю страну, у нас городов в стране и регионов сколько, а тренерских школ полторы, так что, ну, это весь, это наш русский футбол, ну, да, это все равно все взаимосвязано, о чем мы с вами говорим, это все взаимосвязано, и то, что вы говорите про медиа, вот посмотрим, сколько вот Сибирь, да, вот Новосибирск, я имею в виду футбольный клуб, классный, да, вот недавно опять обанкротился, классный город, да, один, ну, тоже миллионник, метро там есть, да, супер, хороший бюджет у команды, команда играет, играла в премьер-лиге, сейчас играет во второй, на них ходят, наверное, извините, три червя, и сейчас приедет Амкал, посмотрим, сколько на Амкал придут, ну, это же показатель, людям интереснее смотреть медийный футбол, вот сейчас, мне даже интересно, Англия отказалась, да, Франция, телеправа отказалась, мне кажется, что возможно, что по трафику, матч ТВ какой-нибудь скажет, давайте мы будем Амкал транслировать, потому что у нас цифры тоже там, людям интереснее это смотреть, чем, условно говоря, Урал-Уфа, просто без всего. Слушай, вот мне интересно, а что ты думаешь по поводу, знаешь, вот такой вот есть проект, скажем так, некоторые люди, в том числе из Амкала, уже задавались вопросом, что типа давайте создадим Амкал-2, в котором будут играть там, типа по большей части блогеры, вот, и Амкал-1 остается, что ты думаешь о том, если в нынешней ситуации Амкал-1 заявился бы в какой-нибудь, условно, ФНЛ-2, и возможно команду бы эту обыгрывали все, но все равно она бы была куда более открытой, даже чем Красава, как думаешь, что вообще реально было бы, выгодно было бы, как бы вообще к этому ты отнесся, чтобы вот сейчас, допустим, Герман завтра придет и скажет, типа, Лех, ну вот мы, наверное, в ФНЛ-2 заявимся, ты бы отказался играть опять, потому что пришлось бы тренироваться, опять рисковать здоровьем и так далее. Ну, видишь, если мы смотрим это гипотетически, да, вот, то, что ты первое сказал, все бы обыгрывали, если собрать даже вот всех, вот, блогер, ну, условно, если у нас там трансферная политика, это еще привлечь, помимо, понятно, что, насколько я обижу и насколько я знаю ребят, добавить там, несколько там из нас в порте, из, даже из 2D, ну, у них практически там все равно другое, и начать тренироваться, там, провести сборы, я думаю, что точно, наверное, не последние были бы в НЛ-2, я беру вот то, что тут в запад, зону, это скорее всего, и просто была бы, знаешь, народная команда, без разницы, будут шашки нагло и просто летим, играем, можем выиграть там 4-3 или проиграть там 5-2, почему нет, возможно, это было бы очень круто, и реально стадион бы на такую команду ходил, люди же хотят прийти, не унылые просидеть, как вот просто, я пример, как в Томске, просидеть при минус 10 и 0-0 посмотреть, люди же приходят испытать эмоцию, правильно, чтобы твоя команда там забила, пропустила, все равно, это было бы круто, видишь, наверное, нужны бабки на это, если бы там какой-нибудь спонсор пришел, было бы интересно, почему нет. Ну, кстати, что ты думаешь разом по Амкалу в Фанал 2? Я думаю, то, что вообще надо туда залетать, и знаешь, как залетать, 7-0-5 проигрывать, и деньгами вот так вот бросать на поле, и показывать факт, и говорить, у нас подписчиков у одного больше, чем у вашей, бля, лиги обоссанной, никому не нужной, они там бегают, их никто не знает, вообще всем без разницы, вообще, зачем они играют в футбол, челики, у вас не получилось зацепиться за бабки, что у вас с головой, я бы понимал, если бы у них у каждого по Майбаху было там и дом на Барвике, и он такой, ладно, пойду в Фанал 2 погоняю, у тебя ничего нет, ты еще тратишь свое время, здоровье, потому что ты любишь футбол, если бы ты не поиграл, вот лета 20, ну, вероятность какая, вообще, я не понимаю, я не понимаю, я не понимаю, кто-нибудь задавался вопросом, вот сколько из одного поколения, есть же все в цифрах, вот, по-моему, у нас с 6 до выпуска, до 18 тренируется 400 тысяч или что-то такое, по всей стране, и в премьер-лиге заиграет 20 человек, это представь, какой это, типа, это же вообще, и в премьер-лиге, а кто будет вообще деньги, ну, смысл, сейчас в ФНЛ средняя зарплата, это где-то 150 тысяч, но другие деньги совершают, 150 тысяч зарплата? средний, ну, где-то средний, да, бля, ну, 150 тысяч, это еще жить можно, бля, 150 тысяч. слушай, 150 тысяч в ФНЛ, 100 зарабатывает. Нет, уже такого нет, вот раньше, ну, раньше, конечно, было. Подожди, ФНЛ по 600 тысяч зарабатывает, тогда еще логика есть, типа, Челик, который в футболе не стрельнул, ну, где он будет 600 тысяч зарабатывать, у него вариантов нет, типа, на кассе в пятерочке, ты заработаешь. Слушай, но ФНЛ это тоже, ФНЛ попади, попробуй. Нет, на самом деле, вот то, что вы, ну, то, что многие вот говорят, блин, попробуйте, попадите, реально, там, что мы не говорили, сколько, ну, ребят, хотят все равно, вот то, что даже все блогеры, я думаю, что каждый жил мечтой в детстве, стать футболистом. Те, кто любит футбол, они все равно проецировали, хотели стать футболистом. То есть говорить, мы можем обсуждать, обсуждать все, сколько угодно. Ну, сначала там туда попасть, там, вводите, сыграйте. Остальное, как у нас это устроено, это другой вопрос. Но попасть туда тоже тяжело. Я был в Германии на матче шестой лиги. Это профессиональная лига еще, да, там бывают стадионы. Или шестой, или седьмой лиги, там был полный, полный, блин, стадион, я отлично пожрал там сосисок с пивом, кайфанул от атмосферы, потому что реально там для народа был праздник, и, короче, надо что-то менять. Ладно, Лех, еще встретимся на Амкале, тогда напишем отдельную интервьюшку, хорошо. Отключайся там. Леха, рад тебя видеть в Амкале, переходи потом в Тудротс, когда будет АКС, нормально, раздолбил. Все, ребят, давайте, хорошего вам здоровья. Дажми там кнопку, чтобы подключиться.